Кампус ДВФУ В то же самое время на территории самого студенческого городка существуют многоярусные парковки, которые практически не используются. Почему это происходит, выяснял Михаил Чапахин. Я полагаю, каждый из вас сталкивался с вопросом, где оставить свой автомобиль при посещении кампуса ДВФУ. К тому же, чтобы еще комфортно и беспрепятственно пройти к месту отдыха на территории университета. Дело в том, что еще летом 2017 года в наш проект «За дело» поступило множество заявок от неравнодушных граждан с просьбой прояснить эту ситуацию и ответить на три главных вопроса. Первое. Кто может пользоваться паркингами на территории ДВФУ, так и за его пределами? Второй вопрос. Что для этого нужно? Ну и третье. Насколько комфортно и благоприятные условия созданы для гостей и жителей нашего города, скажем, если у вас коляски, велосипеды, ну и так далее. Сейчас у нас будет небольшой эксперимент. Мы находимся на КП номер 4 и попробуем проехать на крытую парковку ГР номер 1. Опытным путем мы и посмотрим, получится ли попасть на эту крытую парковку. Да, здравствуйте. Нам на парковку, вот, которая ГР 1. Да, она не работает. Почему? Закрытая. Как закрытая? Туда проезжали, там и места есть, и можно было. Раньше, раньше проезжали. А сейчас что? Там что-то изменилось? Регламент какой-то? Да, рекламент, я же говорю, она закрыта. А туда как-то можно попасть? Туда никак нельзя. Хорошо, а где сейчас, вот на ДВФУ можно оставить машину? Вон машинки видите, поставят. Вот слева где стоят машины? Или справа где грунтовка? Вот где парковка, знак, видите знак парковки? Нет, я не вижу. Вот прямо смотрите, знак парковки. Я только знак... Вон машина приехала. Ага. В конце аж. А, то есть аж там? Вот там парковка. А допустим, ну вот если мы там приедем с коляской или с велосипедом, она оттуда сюда что ли прям идти привезет? Можете выше там поставить, на центральном, там есть парковка поближе. А там все занято? Ну то есть сюда мы не можем проехать сейчас? Проехать нет. А вот летом еще могли? То есть летом... Вот неделю только как ее закрыли. Все, вас понял, спасибо. Сегодняшний день принято решение о том, что горожане, ну и гости вообще Приморского края могут оставлять свои автотранспортные средства на одной из парковок университетского комплекса. У нас их три таких многоуровневых комплекса парковочных. Это так называемый северный парковочный комплекс, ну или ГР-1. Это центральная многоуровневая парковка ГР-3 так называемая, вот многоуровневый парковочный комплекс Южный. Это так называемая парковка ГР-2. И вот ГР-1А предназначена для размещения как раз гостей и, соответственно, жителей Владивостокского городского округа, ну так же как и прилегающих территорий. Вот неделю только как ее закрыли. Самый главный вопрос, вот сейчас мы буквально проехали на эту парковку, да, ГР-1, нас тут не пустили. Собственно, сославшись не на то, что она там заполнена и так далее, просто сказав, что, значит, там с осени этого года действует распоряжение, что фактически для жителей она закрыта. То есть мы спросили, а ли там можно было, а сейчас как делать? Он говорит, вот сейчас сейчас нет такой возможности. То есть, пожалуйста, проезжайте на вот эту грунтовую, где вы говорите, вот, так сказать, юрисдикция, она города уже находится, если не ошибаюсь. Да, это городская территория, совершенно верно. Ну, то есть не совсем компетентный комментарий, да, у нас был со стороны там службы охраны и так далее. Ну, по всей видимости, возможно, было некое недопонимание. Ну, наверное, да. В этом предстоит прояснить ситуацию, во всяком случае. Ну, еще раз могу повторить, что на сегодняшний день действительно действует возможность запарковаться на территории кампуса именно на парковке ГР-1А. Это порядка 200 машин и мест, которые, в принципе, как мы считаем, на сегодняшний день решают в той или иной мере ежедневную потребность горожан и гостей Приморского края. Вот смотрите, то, что касается той парковки, о которой я говорил, это ГР-1А, которая, в принципе, открыта с 10 утра до 20 вечера ежедневно для как раз гостей, значит, и жителей Владивостокского городского округа. В принципе, там не требуется ничего. Подъезжаем к посту, значит, коллеги постовые, ну, то есть сотрудники охраны, они пропускают. Пропускают, но пропускают по мере заполняемости тех емкостей парковочных. Как только эти емкости полностью заполнены, соответственно, охранник информирует автолюбителя о том, что все парковочные места исчерпаны и просит его, скажем так, проехать, может быть, чуть дальше. Если это касается как раз северного контрольно-пропускного пункта, то это парковочное пространство внешнее за северным КПП, оно рассчитано как раз, ну, где-то приблизительно на тысячи машин и мест. Друзья, вторая попытка удалась. Любопытно, что на следующий день после интервью с проектором нас пропустили. Пропустили как раз на КПП, который ведет к парковке ГР-1. Ну, как видите, собственно, мы беспрепятственно проехали. Будний день мы находимся на парковке, опять же, ГР-1А. Мы видим раз, два свободных места. Вот здесь вот третье у нас есть свободное место. Пойдем дальше. Проведем небольшой вам экскурс. Вот еще два свободных места. По левой стороне одно. Ну, то есть, если мы видим, порядка 45% мест свободных. Напоминаю, проректор нам сказал, что есть возможность при наличии свободных мест пользоваться этой парковкой. Если вы приезжаете на территорию кампуса ДУФУ, пожалуйста, оперируйте теперь к официальному заявлению администрации университета. Когда вас не пропускает на парковку ГР-1А, вас отправляет вот сюда. То есть, мы проезжаем порядка 100 метров. Вот у нас парковка, да? Смотрите, какая парковочка интересная. Дорожное полотно в каком состоянии? Мы видим, как такси едет по вот этой гравике или брусчатке, как ее правильно назвать. Я очень надеемся, что у администрации города или администрации университета есть какие-то планы на изменение этого дорожного покрытия. Потому что очень некомфортно, небезопасно. Мы помним с вами случай возгорания автомобиля. Все в основном подъезжают сюда, потому что очень далеко идти от кампуса. Я покажу вам почему. Как только мы проходим с парковки, на которую все, как правило, отправляют, а летом тут все битком забито, как правило, люди идут именно отсюда. Вдоль всего ДУФУ проходит вот такой забор. Что приходится делать всем людям, кто приезжает сюда? И что нам нужно делать? Нам нужно пройти вот по вот этой грунтовой дорожке, тропинке, которой, собственно, протоптали сами наши жители города Владивостока, вдоль забора. Я вот специально на шагомере сейчас отмеряю расстояние. Сколько нужно пройти мамочкам, грубо говоря, вот с той же самой коляской, да, с теми же самыми велосипедами, чтобы попасть на территорию кампуса. Сразу отмечу, что здесь имеется определенный уклон. То есть дорога непрямая, непростая, скажем так. Так, валуны, ну вот видите, скажем так, вопрос экологичности, вопрос комфортной среды, да, то есть, ну это мы адресовываем уже, наверное, к нашим жителям города Владивостока, которые все вот эти прекрасности оставляют здесь. Здесь проходим опять же вот здесь. Друзья, ну вот я захожу и оказываюсь, наконец, на территории кампуса. Для этого мне потребовалось произвести 322 шага. Ну то есть ориентировочно это 150 метров. Это я еще не учитывал, что для того, чтобы показаться на набережной или на местах отдыха, на территории университета, необходимо еще пройти вот по этой дороге. Ну, напрашивается, самое главное, напрашивается вход. Вход напротив вот этой парковки. Я считаю, что это замечательное предложение. Здесь есть несколько таких совместных действий. И в настоящее время, значит, планируется, что все-таки вот это вот парковочное пространство будет соответствующим образом благоустроено, да, предусмотрены соответствующие меры по приведению, значит, покрытия в соответствующий вид, да, наверное, асфальтирование и так далее. То, что касается проходных путей на территории университета, то я думаю, что ваши пожелания, так же, как и пожелания достаточно большой аудитории, будут учитываться. И второй момент, который вы совершенно справедливо отметили, действительно, многие и гости, и обучающиеся, и мы это достаточно часто фиксируем, действительно, скажем так, ставят, паркуют свое транспортное средство на зеленые, значит, наслаждения, скажем так, тем самым, конечно же, ну, скажем так, причиняя некий... Ущерб, вред, да, и в том числе имиджи университета, потому что университет должен быть, ну, красиво не только содержательно, но и внешне. Значит, сотрудниками ГАИ и специализированными организациями... Ну, кстати, эвакуатор выезжает как раз, да, на наши... Работа как раз по эвакуации транспортных средств, которые, ну, скажем так, поставили, значит, оставили свой автотранспорт как раз на зеленых насаждениях. Нарушители. Нарушители, так называемые, да. Ну, вот, еще раз говорю, это вот, значит, совместная плодотворная работа, которая проводилась и администрацией, и городу университетом, и правоохранительными органами. Самыми распространенными на сегодняшний день являются нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, создающие препятствия для движения других транспортных средств и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметки проезжей части дороги. Такие нарушения сотрудники ГИБДД Владивостока выявляют в ходе целевых операций и ежедневного патрулирования городских улиц. С момента установки администрации города Владивостока дорожного знака 327 и информационной таблички 824 по улице Университетский проспект, близи Дальневосточного федерального университета, наряды ДПС регулярно проводят профилактические мероприятия на данном участке дороги. Нарушений по-прежнему много, но их количество постепенно снижается, и мы надеемся, что и в дальнейшем эта тенденция сохранится. Ну что ж, как вы понимаете, ситуация непростая, однако ее всячески планируют менять. И мы надеемся, что все те заявления, которые только что сегодня вы услышали, будут реализованы. И в скором времени на территории кампуса действительно будут созданы условия, благоприятные для всех, когда и жители города не будут мешать отдыхающим, и студентам на территории Дальневосточного федерального университета, и администрации университета поспособствуют созданию вот этих самых условий. На сегодня все. Если у вас есть информация, которая может нас заинтересовать, звоните или пишите. Телефон редакции вы видите сейчас на экране. Ищите нас также в социальных сетях, в Фейсбуке и ВКонтакте. На сайте задело.рф и соцсетях вы можете оставить нам сообщения, обсудить этот и другие выпуски программы, а также предложить свою тему для сюжетов. Всего доброго. Увидимся на следующей неделе. Берегите себя.